Украина принимала Италию Обе сборные готовятся к финальной части чемпионата Европы, который пройдет в столице Словении очень скоро, с 30 января по 10 февраля. Команды подходили к матчу в хорошем расположении духа, итальянцы в день игры даже провели мастер-класс для местных детишек, сыграв с ними двухсторонку. Поддержать сборную прибыло немало известных людей, среди них и Евгений Рыбкин, который после матча рассказал нам обо всех подробностях своего трансфера в одной из балтийских стран. Двухматчевая серия хоть и носила товарищеский характер, однако на поле никто друг другу уступать так и не собирался. Предматчевый настрой был присущ даже самым опытным из команды. Продолжение следует... Продолжение следует... В первом матче Украина одержала победу со счетом 3-2, во втором уступила 2-1. Тренеры обеих команд заметно нервничали, а болельщики неутомимо гнали нашу команду вперед. Было много борьбы, много эмоций, много игровых столкновений, даже две красные карточки. И пусть наш соперник всего три года назад становился чемпионом Европы, мне показалось, что сборная Украины ничуть не уступала им в игровых компонентах. Итальянцы после игры отмечали командные действия подопечных Александра Косенко, а также выделили некоторых из ребят персонально. Украина всегда очень сильный соперник, они ебнули свою линию, очень техничные, мобильные игроки. Хоть у них и не было основных игроков, можно так сказать, но молодежь у них хорошая. Ну и у нас тренера просматривали большинство молодых игроков, которые себя достаточно неплохо проявили. Игры показали, что мы можем держать высокий уровень. Просто реализация моментов, где-то может быть все холодные соперника, может быть, немножко сковывают. А так в целом, как бы, по результату вчера выиграли, сегодня, к сожалению, проиграли, но игры, одна и вторая, были очень интересны и на прижог. Игры показали, что украина была очень хорошая, очень тяжелая и мы знаем, что украина была очень хорошая команда. Мы играли на уровне высокого уровня, но мы пытались, что украина была очень тяжелая. Игры показали, что украина была очень хорошая, что украина была очень хорошая. Игры показали, что украина была очень хорошая. Игры получили, я думаю, все победчики в зале получили удовольствие от этих игр. Молодцы, ребята наши, играли в самую удачу, смогли победить этот первый матч. Сегодня проявляли свои карты чечистого. Поэтому, думаю, в целом, все получится. Игры получили. Я видел молодых ребят, которые я никогда не видел. Очень хороший тренер. Номер 10, я очень люблю. Номер 3. Голокипер играл вчера. Но я думаю, что это сильнее группа. Кого-то могли бы выделить из команды соперников? Команда соперников, конечно, вратарь, который... Ну, вчера он повыручал очень много моментов. Капитан Лима. Потом Кальдероль. Не Кальдероль, это... Левша там один. Он очень хороший. Мэр Лим, который в Европе крутит людей очень сильно. Поэтому технически они очень сильные. Но мы старались нейтрализовать эти моменты. Я могу просто объяснить, что происходит на самом деле. Многие источники пишут, но на самом деле я участвовал в конкурсе на пост главного тренера национальной сборной Литвы. Там были еще ряд коллег. И мне приятно, что моя кандидатура в этом конкурсе победила. То, что написано, что я уже тренер действующий, это не совсем так. На сегодняшний день идут переговоры. Потому что у меня есть опыт работы главным тренером сборной Украины. Я знаю, насколько это непросто. И для того, чтобы работать, надо обсудить много вещей, именно связанных с организацией работы, подготовки. Потому что Литва на сегодняшний день не входит в топ команды. И если, конечно же, проект будет интересный и федерация футбола Литвы захочет расти и развиваться, вполне возможно, что данная информация станет в перспективе реальности. Пока на сегодняшний день все находится в процессе переговоров, это нормально. Это нормальная европейская практика. Никто с бухты Барахта не идет на такое. Потому что подчеркну, это не клуб, это сборная. Сборная всегда являлась вершиной всей футзальной пирамиды. И она требует развития. То есть, если весь футзал готов к развитию, тогда, конечно же, это очень интересно. Но что из этого всего получится, покажет время. И мы, братья, у своих сорок. Тут шутило мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы, братья, у сосудов. И покажем, что мы, братья, у сосудов. Слава Украине! Слава Украине! Шутцер! Они в этом следующем! Слава Украине! Продолжение следует...